Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Здравствуйте. У микрофона Шхадат Сейбназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова поговорим с вами о том, что важно. Все больше и больше таджикистанцев присоединяются в ряды террористического движения «Исламское государство». Сотни таджиков участвуют в военных действиях, немалое количество уже убиты в Сирии и Ираке. Родители убитых таджикистанцев не могут поверить в их смерть, поскольку не видели тел своих убитых детей. Тему продолжит Мехрангестер Сунзаде. Таджикские власти сообщат о неминуемо растущем числе погибших своих граждан в Сирии. По официальным данным Министерства внутренних дел Таджикистана, с начала военных действий в 2011 году 519 таджиков отправились в Сирию. 150 из них навсегда остались на Ближнем Востоке. До сих пор родители убитых таджихадистов горюют о смерти своих детей. Хоть от Соборова мать 28-летнего Бахтиора, который был убит в Сирии в марте прошлого года, сейчас работает в паспортном столе города Куляба. Она до сих пор расплачивается с долгами, которые брала для сына, чтобы отправить его в Россию на заработки. Через Москву Бахтиор поехал в Сирию, но скоро сообщили о его гибели. Он был очень воспитанным мальчиком, общительным, добрым. К нему даже приходили родители других детей и жаловались на своих сыновей, что они поздно приходят домой, не слушаются их, спрашивали совета и помощи. Мне по сей день не хватает воздуха, нет смысла жить дальше. Жизнь после смерти моего сына стала для меня адом. Война в Сирии полностью изменила жизнь Майрамби Олимовой. Ее зять Ло Их увез дочь Гулру с тремя детьми в Москву под предлогом трудовой миграции. Но через некоторое время вывез их в Сирию. Спустя два месяца Ло Их погиб на войне, а беременная Гулру осталась там с детьми. Теперь горем убитая мама стучится во все двери, чтобы ее дочь вернули обратно в Таджикистан. Гулру говорит, что не может сама вернуться. Там таксисты обманывают, берут по 400-500 долларов, довозят до границы, а потом продают арабам. Арабы платят таксистам за живой товар по 30-40 тысяч долларов. Я не уйду с этого дома, останусь тут. Трое детей остались без помощи, у нее нет больше мужа. Как ей вернуться? Юрий Курбонов, учитель из города Куляба, в этой войне потерял своего сына Дельшода. Он был единственным кормильцем семьи, и в России у него осталась жена и два сына. По непонятным для родителей причинам он оставил мирную жизнь и присоединился к террористам. Отец узнал эту историю от представителей силовых структур. Из Честого отдельно. Ну, сейчас мы разговаривали, они спрашивали. Я сказал, ну, вы скажите честно, чего там? Мы спрашивали. Говорят, вот ваш сын оказался, уехали многие, не только ваш сын. Сури. Ой, ой. Хо! Я говорю, большой ягутин. Он был удивительным сыном. У нас в селе 270 домохозяйств, и никто из соседей не может поверить, что он мог такое совершить. До сих пор все говорят, что не верят этому. Я не могу поверить, что он не может поверить. С другой стороны, новый закон дает Таджикистану правовую основу для преследования не раскаившихся граждан, которые стали так называемыми джихадистами. Теперь участники боевых действий за пределами страны или вербовщики могут лишиться свободы от 12 до 20 лет. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рагинзадай призывает молодых таджикистанцев вернуться на родину. Это очень сложно вернуть молодых ребят, которые примкнули к таким группировкам. Сейчас выясняется, что многие из них сожалеют о содеянном, и число тех, кто хочет вернуться, возрастает. Поскольку тех же, кто хочет покинуть их ряды, убивают. Но есть другие пути возвращения. Мы сотрудничаем с соседними с Ираком и Сирией странами и надеемся освободить своих ребят. Эксперты же считают, что необходимо тщательно работать с молодыми людьми, чтобы предотвратить отток молодежи. По словам Равшана Абдулоева, главы представительства Фонда Евразии в Таджикистане, молодым людям нужно предоставить альтернативу. Только занятость молодежи может решить проблему их радикализации в обществе. Именно то, что молодые люди не могут направить свою энергию в позитивное русло, является одним из главных механизмов использования представителями радикальных групп для вербовки новых адептов. Молодым людям обещают общение, возможность роста, возможность быть причастными к чему-либо серьезному, хоть это и запрещено законом. Возможность предлагать и быть услышанными. Не имея возможности предлагать что-то в повседневной жизни, к сожалению, молодые люди, особенно желающие выделиться из общей группы, особенно желающие показать свою значимость и следуют за такими группами. Социально-экономический проблем в Таджикистане, неустроенность и безработица заставляют молодых людей выбирать самый трудный путь. Даджаб Азизов говорит, что в рядах ИГИЛ им прежде всего демонстрируют их важность и необходимость, то, чего молодые люди не могут почувствовать у себя на родине. Молодежь в своей же стране не может найти себе применение, поэтому выбирает трудный путь. В рядах ИГИЛ им говорят об их невероятной значимости. У них нет такого чувства личного достоинства в своей же стране. Поэтому они в рядах ИГИЛ чувствуют себя нужными и думают, что совершают нечто историческое. Властям Таджикистана предстать серьезно работать по предотвращению радикализации общества по недопущению вербовки молодых таджикистанцев ряды ИГИЛ. Иначе таджикские матери будут продолжать получать известие о гибели своих детей. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете звонить нам на номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. С вами была Шхадат Сейбназарова. Наши сюжеты и другие статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова поговорим с вами о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова